как чувствовал себя хорошо чувствовал вчера как бы проанализировал что это состоянием было принял решение просто перед стартом уколоться кофейком с лимончиком чтобы как-то бодрящие состояния потому что вчера я пришел что резкий упадок сил как будто бачок у меня в машине бачок бак сбит с топливом и машина перестала ехать примерно вот такой же я могу пример привести вчера со мной было сегодня просто решил как бы в свое тело пытаться чаем кофе чай с лимоном подбодрить подбежать до чтобы она не угасала мне показалось что получился на разминке себя чувствовал превосходное в коридоре вот вот это состояние в коридоре ожидания самое наверное трудно с тяжелых достаточно был бодр на позитиве и ну такая свобода не для меня желаю поэтому сегодня совершенно другое состояние наверное уже можно назвать такое прям соревновательное состояние с которым можно спокойно ну вот выступать вот почему тренер так прям эмоционально отреагировал там обнял так прям поцеловал потому что мы работаем уже очень давно он меня знает как как сына и знает через что мы проходим и травмы вот эти вот которые были в этом сезоне на которые я забыл что они были и какие-то вообще моменты по жизни он переживает он знает как он знает все подготовку как на работе конечно он чувствует что было непросто вот на таких соревнованиях выплескивается наверное энергии состояние эмоционального как за неделю две рабочих просто тренировочных то есть уходит огромный у тебя избыток упадок сил и тем более эмоций приходится их черпать он все это прекрасно знает понимает может быть его порадовала работа потому что не было неплохо на самом деле с помарками да там прыжки немножко неровные но я бы тоже наверное уважал своего спортсмена если бы видел в своем спортсмене что он борется за элемент может быть и на этом фоне как бы он так реагировал а вот американский журналист обратил внимание на то что вроде как у нас тут правила нарушаются там целовать в дети нельзя обниматься все так вот как-нибудь это коснулась вас ой ну и что мне девушку свою целовать нельзя я например готов сейчас вот прям здесь при всех нет ну вот типа с тренером нельзя говорят ну я считаю ничего в этом нету да конечно ну как бы сейчас можно придираться к чему угодно целовать или уже руку пожать нельзя когда ты себе переживаешь вот эти моменты на льду ну как это невозможно эти эмоции есть радостные эмоции я не вижу в этом ничего плохого не буду комментировать американцев просто скажу что это обыденное дело нормально спасибо спасибо